Солнце Радуга, спустившаяся из облака на Волгу, довершила великолепие этой эффектной, очаровательной картины. Так написал сам художник Никанор Чернецов о своем восприятии картины в книге «Воспоминания из путешествия по Волге». После полуденной солнце осветило прекрасный вид на величественный город Нижний Новгород. В этом месте происходит слияние вод оки-красавицы с могучими потоками Волги-матушки. Именно Стрелка, так называется это место, всегда привлекала людей своей красотой и удобством. Берега здесь, как тихая бухта, приглашают в себе гостей со всех властей. Песчаный берег, отмели, между которыми переправляются лодки, парки, торговые корабли. Не торопливо суетятся люди. Стайками отдыхают они после длительной борьбы с ветрами и волнами. Могучие чугунные якоря ждут своих новых подвигов. Отдыхают корабли под теплым солнышком. Природа ласкает всех ветерков, которые играют флагами на стройных мачтах. Искусно с любовью вырезаны узоры на боках деревянных кораблей. Барка Тихвинка стоит на центральном пирсе. Это дом и мастерская художников-академиков Чернецовых. Не торопливо несет своего до Волга кормилица. Берега покрыты судами, мачты которых, как лес, с переплетшимися снастями, разноцветными флагами и вимпелами. На правом берегу виден прекрасный белокаменный Нижегородский Кремль. По жерелям из башен и стен он как будто опоясывает самую красивую из Дятловых гор. Хорошо видна Ивановская квадратная подъездная башня, будто приглашая дорогих купцов в гости. Прекрасные маковки церквей обещают процветание за дела добрые. На самой высокой точке внутри Кремля виден дом военного губернатора, который должен служить для принятия царственных особ. Красота, спокойствие и монументальность Нижегородского Кремля называет гордость за мастерство творения рук человеческих. Вдаль уходит темная туча, вместо нее небо открывает свои волшебные красоты. Облака играют солнечными лучами, птицы летят высоко и величественно. Это чайки, которые всегда сопровождают короней. Гармония во всем. Слияние тихого, спокойного человеческого существования и безмятежной природы. Вот оно, счастье, которое мы видим в картине из далекого 1838 года. Сейчас мы живем в 2016 году. А пейзаж с этого места на стрелке выглядит вот так. Прошло 178 лет. И мы наблюдаем очень похожую картину. Человек смог сохранить очертания жерелий кремлевских стен и башен. Только теперь они из красного кирпича. Деревья выросли. Город расширился. Темп жизни ускорился. И только как прежде Волга-матушка неторопливо несет свои воды, Который помнит, как в далеком, 1838 году, Безумно увлеченный жизнью и живописью Никанору Чернецов, Любовно запечатлел Волгу-матушку и прекрасный город Нижний Новгород. Субтитры создавал DimaTorzok